Здравствуйте! В эфире новости Тагил-ТВ в студии Антона Сея. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Первый звонок в обновленной школе. Сегодня, после годового капитального ремонта, торжественно открылась школа номер 23. Сегодня открылись и новые педагогические классы в шести тагильских школах. Как будут учить будущих учителей? Учебный год начался для студентов вузов. Первокурсников около 900. Первое сентября на календаре. Порядка 40 тысяч юных тагильчан сегодня сели за парты. Для десятой части из них звонок прозвенел впервые. Начался учебный год с торжественных линеек. День знаний отметили во всех школах. На выяв 23 празднику радовались больше всех. Она открылась после капитального ремонта, который продолжался в течение года. Надеюсь, что у вас будет здесь все замечательно. Целый год в 23 школе новые хозяйничали строители. От старого здания остались лишь капитальные стены. И вот ключ по существу от новой школы передают директору. Но на праздничной линейке сегодня больше всех волнуются 48 первоклашек. В них не узнать вчерашних малышей. Вон какие взрослые и серьезные. Остальные же ученики не скрывают радости. Весь прошлый год они ходили на уроки в соседнюю первую школу. И вот, наконец, вернулись за родные парты. Это действительно совершенно замечательный день, когда мы все чуть-чуть становимся детьми. И каждый вспоминает тот момент, когда мы тоже шли в первый класс. А вот не успели оглянуться, а кто-то уже привел внучат сюда, в эту замечательную отреставрированную школу. Сегодня действительно мы присутствуем в таком историческом событии, участвуем. Открытие школы, которая получила вторую жизнь, как мы говорим, новую страницу жизни. Глубокие, очень искренние, хорошие традиции заложены в истории этой школы. Я уверен, что эти традиции пойдут вместе с вами. Они будут вас укреплять. Последние только четыре года мы с вами смогли отремонтировать на территории города шесть школ. И сегодня одна еще находится в капитальном ремонте. И мы на следующий год ее запустим, и она откроет свои обновленные двери. И это здорово. Во время торжественной линейки и ученики, и родители разглядывают свеженький фасад. У школы появились и спортивные площадки. Это давняя мечта. Есть детская игровая зона. И вот первый звонок. Не терпится заглянуть внутрь. Тут новые яркие классы, просторные коридоры, лаборатории с современным оборудованием. В медиаклассе, как и в библиотеке, можно книгу почитать, а можно на компьютере задания выполнить. Уроки труда у мальчиков теперь будут проходить в оснащенной современными станками мастерской. Есть даже станок-конструктор. Должен определить, какой станок ему собрать, токарный, фрезерный или ширинный данной ситуации. То есть вот три станка, конструктор выбирает, собирает, программирует и получает деталь. Новое школьное пространство – центр детских инициатив, где ученики смогут создавать и реализовывать собственные проекты. После классных часов дети идут знакомиться со своей новой школой. Мы очень рады, что у нас наконец-то появился спортивный зал, потому что нам все время обещали, обещали, и вот наконец-то наши мечты сбылись. Очень рады, что актовый зал нам преобразили, все классы полностью преобразили. Появилось новое оборудование, например, в кабинете химии. Теперь можно детям показывать наглядно опыты, как происходят различные реакции. Когда я впервые увидела, не узнала сначала. Все так сильно поменялось. Мы даже потерялись сначала. Кабинеты переместились. В школе будут учиться 360 детей. Среди них 20 с ограничениями по здоровью. Чтобы эти дети не испытывали каких-либо неудобств, приобретен целый комплекс специального оборудования. Рабочий стол для учащихся с ДЦП, креслоколяска, звукоусиливающая аппаратура. В оснащение школы вложено 53 миллиона рублей. Вообще же по проекту ремонт здания 1939 года постройки, еще и изношенного на 70%, должен был занять 4 года. Подрядчик справился за 12 месяцев. Без сложностей, конечно. Аварийными оказались даже железобетонные конструкции на лестничных пролетах. Конечно, их заменили. А эта находка удивила всех. При демонтаже обнаружили, что в дверных проемах установлены старые рельсы Нижнетагильского Демидовского завода. Было принято решение, что это все-таки часть истории, часть реликвии, то есть часть того, как строилась эта школа. Поэтому взяли одну рельсу, вынесли ее, установили в нишу на 4 этаж, как демонстрационный экспонат. В подарок к открытию 23-й школы подрядчик разработал для нее уникальный логотип. В нем узнаются и очертания школьного здания, и символ достопримечательности Тагила – Лисья гора. Теперь этот логотип изображен на каждой входной двери. Такого точно нигде не увидишь. Меня очень радует то, что происходит в Нижнем Тагиле. Я много лет приезжаю в этот город. Я очень хорошо помню, когда я в него приехал, где-то примерно лет 11 или 12 назад. И тогдашний напроводитель культуры Тагила показывал мне наиболее красивые места. Их было не очень много, хотя они были, но было, повторюсь, их не очень много. А сегодня совершенно другой город. И очень много объектов, социальных в том числе, делается. Мы открывали новую школу. Вот в этом году открываем школу по сути капитального ремонта. Это тоже, по сути, новая школа. Я должен сказать, что, конечно, это очень серьезно, это впечатляет. И я обещаю, что в соответствии с теми задачами, которые поставил губернатор, мы ежегодно будем вводить все больше и больше новых обновленных школ, в том числе и в Нижнем Тагиле. В такой школе хочется учиться. Ученики обещают, будут приносить одни пятерки. Вообще, сегодня за партой сели 39 юных тагильчан. Среди них 4200 первоклассников. Тагильских учителей, школьников и студентов и их родителей с Днем знаний поздравил глава города Владислав Пинаев. Это торжественное, радостное и волнительное событие как для учителей и родителей, так и для школьников. После ярких и запоминающихся каникул ребята спешат поделиться своими впечатлениями с одноклассниками, а первоклассники испытывают волнение перед неизведанным миром школьной жизни. В этом учебном году школьный порог переступит более 39 тысяч юных тагильчан, в том числе 4200 первоклассников. Для них 1 сентября станет серьезным этапом в жизни, когда начинается путешествие в увлекательную вселенную познания. Желаю всем школьникам и студентам настойчивости и успехов в учебе, а также радости от достижений. Пусть в новом учебном году вам покоряются самые высокие вершины и притворяются в жизни самые смелые замыслы. Родителям – терпение и сил, а учителям – прилежных и благодарных учеников. Учиться – учить. В 90-й школе на Гальянке впервые набрали профильный педагогический класс. 1 сентября в путь к будущей профессии их провожали старшие коллеги. А сами ученики рассказали Юлии Полевой, почему выбрали профессию, требующую большой самоотдачи. Гальянская 90-я школа выпустит 15 будущих педагогов. Но это через два года, а сегодня, 1 сентября, они пошли пока только в 10-й профильный класс. Класс педагогической направленности. Мне бы хотелось, чтобы те, кто будут в нем учиться, чтобы для кого-то из вас, а лучше, чтобы для всех, это обучение стало дальнейшим смыслом вашей жизни. С детства была мечта, то, что вот буду стоматологом либо учителем, нравится профессия. Помогать людям, чтобы они не болели, делать их счастливыми. А учеников подготовить для дальнейшего хорошего будущего. Мне нравится то, что есть углубленные какие-то предметы для меня, и сейчас я буду их изучать, и в дальнейшем, если я подниму учителя, они мне пригодятся. Хотелось бы информатику с математикой, я думаю, это мои предметы, я под них очень сильно протожу. По завершении двухлетнего обучения выпускникам предстоит защитить индивидуальный проект. А ПЭТ-институт направит наставников. Перспективы профильного образования вдохновили не только учеников 90-й, но и нескольких других школ города. Если набрать полностью класс учителей, допустим, химии и биологии, это нереально. Учителей математики тоже очень сложно. Поэтому для каждого ребенка был предложен индивидуальный учебный план, своего рода такая индивидуальная учебная траектория. Школьный план – 37 учебных часов в неделю. На углубленное изучение профильных предметов выделят от 3 до 6 часов. Еще 4 часа – это общие элективные курсы. Основы педагогики психологии, основы межкультурной коммуникации, то, что тоже немаловажно для будущего учителя, уметь общаться, уметь представить себя, а также развитие креативного мышления. То есть это тоже задача, поставленная нам выше. То есть мы должны выпустить из наших стен грамотных выпускников, которые смогут на практике, в реальной жизни применить все те знания, которые мы им даем в школе. Помимо этого, будущие педагоги будут углубленно изучать русский язык и экономику, управление и право. А также для практического применения новых знаний их назначат помощниками классных руководителей, введут в Совет старшеклассников школы, привлекут к волонтерской деятельности и организации школьных мероприятий. Большая занятость, и не зря же говорят, что педагогика – это призвание. Праздничную линейку в 100-й школе открыл член Совета Федерации Эдуард Ростель. Он жил и работал в Нижнем Тагиле 24 года. За это время, как отмечает сам, проникся особой теплотой к нашим местам. Международный Демидовский фонд, которым возглавляет, выпустил к 300-летию Тагила книгу об именитой династии заводчиков. Я хочу, чтобы дети, которые учатся в этой школе, и вчителя, конечно, прочитали, и дети обязательно прочитали, знали историю Нижнего Тагила. Благодаря этому роду мы имеем сегодня и город мощный, самый мощный вообще Свердловской области, и имеем Свердловскую область. Я еще раз хочу всех поздравить с Днем Знаний, пожелать всем удачи, желательно, чтобы ребятишки учились на отлично. Книгу о Демидовых фонд передаст в учебные учреждения Свердловской области, в том числе и в школы Нижнего Тагила. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Знаний, прошли в высших учебных заведениях Нижнего Тагила, в филиалах российских. Их в городе два – Технологический институт и Социально-педагогический институт. О том, с каким настроением начинают новый учебный год студенты и преподаватели – следующий репортаж. Парадом первокурсников открылось в Нижне-Тагильском государственном социально-педагогическом институте, филиале Российского профессионально-педагогического университета. Торжественное мероприятие в честь Дня Знаний, в нынешнем году поступивших только на бюджетные места – 580. Мы очень довольны результатами набора. Я думаю, что по окончанию учебы наш город получит очень много прогрессивных, молодых, интересных учителей и поможет и нашему городу, и области закрыть дефицит педагогических кадров. Мы будем все над этим работать. Поздравления с началом нового учебного года прозвучали в адрес студентов, преподавателей и сотрудников института. Значение труда учителя, говорили выступавшие, сегодня признается на государственном уровне. Это подчеркивает тот факт, что 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. Все выглядит достаточно необычно и не так, как в школе было. Но в целом все очень нравится и с нетерпением жду учебных дней. Меня радует коллектив, люди все выглядят готовыми к учебу. Я тоже готова. Все глаза горят, у меня тоже горят. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я буду учиться, стараться максимально и выйду отсюда учить, я надеюсь. О востребованности профессии инженера и открывающихся для выбравших ее перспективах напомнили на праздничной линейке в Нижнедагильском технологическом институте, филиале Уральского федерального университета. Здесь 1 сентября также встречают с оптимизмом. Сегодня мы принимаем около 300 студентов. Прием еще идет на вечернюю форму обучения, на контрактную. Но сегодня мы уже можем говорить, что у нас хороший прием, ребята поступают, ребята идут на технические направления. К первокурсникам обратились представители предприятий-партнеров Евраз-НТМК, Уралвагонзавода, Нижнетагильского института испытания металлов, компании «Иридюм». Радостного настроения не смог испортить даже начавшийся под занавес мероприятия «Дождь». Звонок сегодня прозвенел и в медицинском колледже. Набор выпускников школ, а с сегодняшнего дня это студенты, проходил на три специальности. На сегодняшний день мы осуществили прием на три специальности. Это сестринское дело на базе основного общего образования девять классов и на базе среднего общего образования на две формы – очная и очно-заочная. Вторая специальность, по которой мы готовим, это лечебное дело или фельдшер, квалификация фельдшер. И третья специальность – стоматология, ортопедическая, зубной техник. В школе я поступила в медкласс. И меня очень вдохновили мои учителя. Учитель химии, биологии поддержали, вообще суперучителя. И вдохновили меня пойти дальше в этом русле. Вы после 11-го? Да, после 11-го. Почему не институт, почему сначала колледж? Ну, я еще не знаю, как я вообще на это все буду реагировать. Понравится, не понравится. Если пойму, что это мое, потом пойду на вышку. Хочу поскорее на практику, посмотреть что-то как. Вы – новое поколение студентов, новое поколение жителей Нижнего Тагила. За вами будущее, за вами будущее нашей медицины, двери наших медицинских учреждений. Для вас открыты, они ждут квалифицированных специалистов. Поэтому замечательных, великолепных студенческих лет, интересных, насыщенных, запоминающихся. С праздником вас! Впереди пятерки и медали. Первоклассница Катя Бальян мечтает стать фигуристкой. Равняется на русскую ракету Александру Трусову. Экономить уже не на чем. Как выжить транспорту на 22 рубля? Двойной удар. Какая связь между коронавирусом и пневмококом? Об этом и не только знакомят корреспонденты издания «Тагильский рабочий» в свежем номере газеты. Такой была информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!